Время кручения гаек. Если вы почитаете или будете читать какие-то западные статьи, есть так называемый в ренштайм, вся западная техническая литература, связанная с планированием планировщиками, она оперирует этим временем кручения гаек как основным показателем работы планировщика, поскольку он загрузил персонал выполнением каких-то задач. То есть у него основная задача загрузить людей работой, чтобы не было простоев рабочей силы. Ну опять-таки основные факторы, которые влияют на это время кручения гаек, почему они бывают меньше, эти показатели, ну опять-таки вы, наверное, сами знаете. Высокая доля внеплановых работ, когда люди перебрасываются, переезжают, перебегают, соответственно они теряют время на потерю того рабочего места, побежали на другое. Самых актуальных тем это поиск запчастей, то есть когда слесарь или даже мастер идет на склад и теряет время на, собственно, получение этих запчастей, подписывание накладных, при этом он не работает. Глобальная проблема там на оборудовании, особенно старом, это где есть документация техническая, сборочные чертежи, карты смазки. То есть очень много времени тратится персоналам уже ремонтным на получение технической информации на ремонт. Ожидание доступности оборудования, то есть когда технолог еще должен отключить оборудование, выдать его ремонт. Перемещение, инструмент. Самая любимая тема в наших плановых системах ППР, это планирование работ по результатам дефектовки. То есть когда мы вскрываем и начинаем думать, что же мы будем делать с тем, что мы вскрыли. Все это ведет к потере времени, то есть пока мы думаем, мы теряем время, то есть как бы, соответственно, работы не происходит. Совещание, уборка территории, ожидание погодных условий на открытых местностях, соответственно, все это потеря времени. Чему я это все говорю, что это все время, оно должно быть зарезервировано неким человеком, который это время считает, соответственно, потери эти должны быть минимизированы, путем более четкой организации работы. Редактор субтитров А.Семкин